Вот так боги войны отбивают атаки противника на Бахмутском направлении. Наблюдаем за работой гаубицы Д-30. АР-разведка дала артиллеристам координаты и со второго раза после корректировки огня армейцы точным ударом накрывают противника. Нам сразу поступила информация, что мы работаем по пехоте. Сейчас из-за активности армии противника на этом направлении времени для отдыха у бойцов практически нет. Задачи поступают одна за другой. В артиллерийском расчете гаубицы 6 человек. Каждый отвечает за свой участок работы. Я топогеодезист, то есть я должен скорректировать пушку для ее точной стрельбы. Я выставляю бусоль и ночную точку наведения, чтобы пушка точнее стреляла. Спасибо волонтерам, что не нужно сейчас подходить и нажимать. Волонтеры – отличные разработчики. Они хотели протестировать этот прибор. Он очень простой, он на пульте, работает за километр. То есть не надо бегать, подходить, переводить в ночную точку наводки. Я занимаюсь этим. Олег Глазар – артиллерийского расчета. Мужчина не отходит от мониторов и следит за ситуацией. Он же дает координаты. Говорит, самое большое количество целей за день на его счету – 15. Недавно у меня была одна цель, и буквально через минут 5-10 была следующая цель. И где-то взвод противника, порядка 30 человек мы положили. Парни рады были. Мы же защищаем свою страну. Так и мне. Работаю головой, и мне это нравится. Потому что это наша работа – защищать наше государство. Мы же у себя на земле. В апреле прошлого года Олег, выполняя задачу по остановке противника, получил 5 осколочных ранений. Из них 3 пришлись в голову, еще по одному – в руку и ногу. Тогда он спасал побратимов от швального огня. После госпиталя и курса реабилитации мужчина захотел снова вернуться в строй в свое подразделение. Нам рассказывает, что тогда пережил на поле боя. У меня было 2 иглы и 2 перуна польских. Иглы не сработали, а перуны сработали. Мы уничтожили 2К-52 тогда, а с Ми-8 начали десантироваться россияне. Тогда я увидел, что Ми-8 начинает разворачиваться в нашу сторону. Они увидели, откуда мы стреляли. И просто начали по нам со всех своих вертолетов отстреливаться. Их 4 было. Ракетами, кассетными боеприпасами. Они по нам стреляли, стреляли и стреляли. Я старался изо всех сил вытянуть парней. Просто брал за броники и вытаскивал с этажа, по лестнице. А товарища просто своим телом накрыл. И получается, весь удар кассетным боеприпасом принял на себя. На Бахмутском направлении бойцам тяжело отбивать атаки противника. Но есть позиции, где еще тяжелее, признаются армейцы. Перед тем, как переместиться на Бахмутское направление, мы стояли под Кременной. Штурмовали ее. Три раза шли на штурм. Но там было намного тяжелее. Там больше работала артиллерия. Там было больше техники. Тут, я так понимаю, эти вагнера и те, кто работают на этом направлении, у них меньше снарядов и меньше артиллерии. Павел – командир артиллерийской батареи. Его мечта – поработать не на советских гаубицах, а на шведском арчере. Говорит, европейские партнеры сейчас помогают Украине. Но этой помощи для победы недостаточно. Дефицит боеприпасов. Дефицит боеприпасов. Было бы больше боеприпасов – больше бы работали. Украинским военнослужащим удается эффективно отбивать попытки армии РФ занять город. Украинские защитники готовы бороться за каждую улицу и за каждый дом в крепости Бахмут. Анастасия Волкова, Артем Воронин из Донецкой области для телеканала Freedom.